Художники комиксов — это лучшие люди вообще на свете. Они наиболее какие-то... Я очень редко встречал, по-настоящему каких-то злобных, подлых и так далее художников комиксов. Проект «Респект» будет называться. Респект. Мы даже хотим назвать «Респект и уважуха», но у учителя скажут, что слишком неформально. Социальные вопросы, социальные проблемы, когда люди о них хотят поговорить, надо делать это нескучно, не как-то там типа там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а собраться весело. Мы собираем 10 художников со всего мира, они прилетят, и мы будем рисовать совместные истории о вопросе того, что все культуры, все население Земли мощно перемешивается, и далеко не всегда это гладко, и вообще надо как бы собраться и понять, это благо или ужас. Мы должны либо бояться людей другой культуры, или должны либо мы с ними подружиться. Ухихус, вместе с Настей, с Аней, родилась эта идея сделать комиксы против расизма, против ксенофобии. И они просто послали там по рассылке вот какое-то там письмо, типа там, ну надоело все это. И я почему-то вот получил вот такое письмо. Мы встретились, ну вот, и это было, ну, года два тому назад, так что вот еще долго посидели, сидели, вот, работали над концепцией, а потом решили поддать заявку Еврокомиссии. Мы получили заявку, ответственно, как Гёте, и когда мы ее вскрыли, мы были просто счастливы, потому что вдруг в одной заявке, в одном тексте соединилось все сложные, социально значимые темы, очень болезненные, не только для России, но и для стран Евросоюза. Сотрудничество в сфере культуры, правозащита, такие важные слова, как толерантность, терпимость. А самое главное, и то, что мы не устаем ценить в этом проекте, это возможность рассказать о необыкновенно сложных вещах языком, картинкой, понятной и близкой молодежной аудитории. Мы определяем нашу аудиторию как такие, ну, как подростки и молодые люди, то есть это школьники старших классов и студенты там, первых курсов, ну или вообще студенты. Потому что нам кажется, что в этом возрасте еще можно что-то изменить. И, ну, если человек в этом возрасте поймет, что он может думать своей головой и сам принимать решения, и что есть нестандартные взгляды на мир, да, то это очень хороший залог на будущее. И, ну, мы edecem. В HISМИХИХИХИХАЛИНА КОНЕЦКИ. Киев и Руссия были паганской страны. И после того, когда он был власти Владимир, эта новая религиозная религиозна из Бизантии. Поэтому многие символы и архитектурные традиции приходят из Бизантии. Мы сейчас идем в одну из центральных синагогов. Эта синагога очень интересная, она была построена в начале 20-х годов. И в основном, она не была дыма. Дыма была построена только 10 лет назад. И стала такая собака ровень. Каждый нормальный человек, внутренний, немножко ксенофоб, немножко диктатор, немножко агрессор, ну и так далее. И для меня самое важное в антифашистской деятельности это первый шаг, это то, что я называю в шутку таким фашистским камин-аутом. То есть признание себя фашистом. То есть признание того, что в каждом из нас живет маленький фашист. Маленький расист, маленький тоталитарист и маленький милитарист. Ну, во-первых, просто люди раздражаются, они лично. Я не знаю, нужна ли здесь толерантность. Она так раздражает, что она не нужна. Всего есть проблемы. Поэтому могу понять, какую-то индивидунию видите? that someone looks перенести из меня, и если у тебя, кто сом näch то, когда я не пойду, от, кто-то я навсегда приезжал. А если ты, кто-то, Да, маленькие вещи, но мы должны чувствовать себя, они такие натуральные вещи, но вы должны не быть агрессивным, не должны быть агрессивным, не должны быть угроженными. Я не хочу любить всех в мире. Когда я вижу люди радикальные, я не их уважаю, но потом я думаю, потому что я у меня мозг, и я знаю, что я не могу решить свои проблемы с офенсивными действиями. Я не знаю, неуважение, невозможность принять соседа, который курит или кашляет по ночам, мешает спать, невозможность принять людей, которые ходят по коридору мимо номера. Я просто понимаю, что я тоже кого-то раздражаю. Я сам даже не понимаю, чем. Просто тем, что какой я, как я себя веду. Я стараюсь этого не делать со всей силы, но наверняка раздражаю. Потому что, может быть, на велосипеде еду слишком опасно по городу, и водители с ума сходят. Потому что боятся меня сбить, мешают. Ну, я так делаю. И я понимаю, что, в принципе, другие люди тоже имеют право раздражать меня. То есть они-то меня специально не раздражают. На самом деле это во мне проблема почему-то. Я раздражаюсь на них. Я думаю, будет интересно многим услышать. Многие что-то рисуют, скетчи какие-то. Это те же самые малискиновая эстетика. И как у вас получается от каких-то набросков, разрозненных жизненных ситуаций, наблюдений, и привести это все в какую-то историю, чтобы было интересно смотреть. Есть, на самом деле, один источник, от куда все берется. От куда берутся любые истории. И именно ситуация – это и есть такой источник. Главное – иметь вот такие вот настроенные уши на то, чтобы выходит из вот этого потока жизни свою историю. Так что я может быть на тренинге или на бассейне, и я может увидеть что-то, и я думаю, что это интересный человек. И я просто говорю… Иногда у вас есть только новые персонажи. И вы не знаете, что он делает, и что-то. Когда мы согласились с историей, что может быть несколько месяцев, и мы начинаем скетчить это. Это Кэл. 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 Крышечка от души не удаливается от души, пока эта кровь рисуется на бумаге, но нечем счастье встретиться, что здесь… Ну, надо заставиться сесть там, привязать к столу, выбрать такой действий правильный, заранее готовиться к этому моменту. Построиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!